продолжаем продолжаем делать карфаген великим снова теперь у нас новый король гамилькар сын ганнибала кстати кстати он у нас не замужем точнее не женат барки видела злые баркиды тем более они у нас садники которые за которых мы собственно может им и предложить как раз правда они требуют два приказа нам бы сначала так как и у него тут проекты взять приемного ребенка может но это для если не будет наследника так то мне кажется нафиг надо вот тяжело пробивается потому что он в лесу стоит в лесу может пока генералов кстати взять давайте генералов молодых мой еще из холма вот эту давайте дитут принцессу кон прости принцесса консорт дедона почему принцесса консорт она кто вообще наш не жена а даже почему на принцесса консорт чем на консорт вообще она дочка нет она жена сына магона ладно не хочу сейчас в этих хитрых сплетениях будет будет генералом дальше этому тоже а тут нельзя а тут может видите тут несколько генералов что от этой семьи а так как это наняты то тут только царя гамилькара можем но муж катего и назначить но он но мы его еще можем наместником в город в город назначить так вот сюда мы можем эту магар бал судью вопрос короля в утику он видите он уменьшает уменьшает муштру соответственно прачник будет дольше строиться так что вот уж и генералом мы его сделаем а и 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 сеть он почти занял место под город своим скаутом но не успел так у нас уже два города мастеров стоит и по одному политиков и всадников Ну, я бы, наверное, политиков тут ставил Пока политиков А всадников, соответственно, сюда Для прохода к Риму И, возможно, сюда будут еще всадники А, да, короче, тут политики Казармы Ну, нет, не буду пока покупать приказы На этом закончу ход Человек про пожары и наводнения вообще писал Про седьмую циву Так В шестой сделали Gathering Storm Дополнение Там конкретно пожары, наводнения, землетрясения Извержения вулканов Блин О, царь больше не чувствует себя больным Отлично Отказавшись от посещения большей части ежедневных лекций Герцог Баэльбад Решил сосредоточиться на изучении политики, этики и искусства дебатов Вокруг него даже собралась небольшая группа верных последователей Так, побудить его распространять эти учения в народе Потребовать, чтобы двор использовал накопленные знания Ну, соцкапитала у нас дофига Давайте распространение учений в народе На ВЛ Кого дадем? Фанатик? Либо судья? Давайте судья лучше У нас Смысл набрать фанатиков Если у нас религии нету вообще никакой Так Хеты нам что-то тут какие-то Силы аналогичны Так, может ты в жопу пойдешь? Со своей данью Гамилькар Вы и генерал при элитном налетчике Так Во-первых, он правитель То есть он всей пехоте может плюс пять дать Либо атака с деревьев Либо осадных дел Нет, давайте свирепый просто Свирепый лидер плюс пять процентов А вот этим он не дает, да? Потому что... Не, дает А вообще написано пехоте Это ж не пехота Это типа кавалерия Имеется ввиду наземным юнитом Жалко эпос Мы не приняли Ну мы даже не открыт Так бы получали по десять Культур из-за каждого убитого Наверное, еще казарму пока делаем Так, а тут, наверное, уже пора Поселенцам подходить потихоньку А, блин, тут еще и гарнизон сломали Не заметил Но это уже следующим ходом Не в силах устоять перед плотскими удовольствиями Принц Адгербал Ваш двоюродный брат И наследник Имеет репутацию безнравственного человека И надо жениться уже скорее Чтобы нормального наследника А не вот это развращенное чмо Так, пастбище надо открывать, конечно Оратором будет при дворе О, политики завершил Дипломат Пригладятся его знания Пускай изучает текущую политику Пускай мудрость получит, да Сейчас мы его назначим, кстати В ярости от наших недавних решений Олигарх Маттан Суров Из группы последователей Выступает, чтобы захватить контроль над дворцом И сбросить законное правление Но им не удается дойти до форума Герцог Баальбад со своими сторонниками Перехватывает толпу на улице Развязав напряженные дебаты К счастью, опыт и навыки Баальбада Дают о себе знать Ему удается предотвратить опасные события Так, наградим его землей и роскошью Плюс одна харизма очарован Просто исполнил свой долг Нужно продолжать попытки снискать благосклонность Баркида Потому что с баркидами Не, давайте наградим его землей и роскошью Заезжие римские генералы Отзываются о нашей нации Как о женоподобной Смеются над нашей культурой и традициями Такое поведение деморализует наших придворных И начинают ползти сухи Что делать? Наш народ слишком изнежен Минус 4 легитимности, но плюс дисциплина И... Что значит фоллбек Станет дотошным, видимо Ну, кстати, ничего так Давайте согласимся У нас появился... Вот герцог Баальбат Крутой дипломат Назначаем его Отлично Отлично Так, с финики только... А, не с финики, с фракейцами Только я воюю? Да Ну, чтобы там Рим Не подбежал, там не захватил, например Прочник завершен Ну, тут просто стоим в городе На случай, вдруг хетты нападут В Египте иудаизм появился Ваш двоюродный брат Навайл Испытывает отвращение Ко всем взглядам Отличающихся от его собственных Нетерпимый А сестра стала горделивой Время найти подходящую пару Скифы Дедоняне Римляне Интриганка мудрая Дедоняне Отважная, но тупая Героиня А у нас кто Интриган? Надо Римлянку брать Она тоже интриганка То есть у нас хорошие отношения Друг с дружкой будут Давай ее Во дворце в ожидании почести Собрались таланты С разных уголков нации За небольшую плату Вы можете пожелать Кому-нибудь знатный чин Придворный солдат Придворный... Ну, честно говоря Никого не хочу У меня придворных Мне кажется Достаточно Недовольные нашим правлением Баркидские саботажники Уничтожили несколько улучшений В столице Ни хрена себе Два улучшения уничтожено И надо наладить Наладить отношения А какие? А, ну их починить еще можно Так, во-первых Вот это мы чиним сначала Гарнизон Разграбляя фракийский лагерь Наши солдаты Освобождают группу Напуганных пленников Эти оборванцы Заявляют, что они Умелые работники Из враждующего племени Но наши воины Подозревают, что это Переодетые враги Что будем делать? Казнить? Ну, минус 20 С фракийцами Это фигня Получим дисциплину еще Нет, давайте казним У меня вроде Граждан в Карфагене Достаточно, если что Так Поселенцам надо подходить Рудник Рудник строим Кстати, вон еще Жемчуг сможем добывать Дальше у нас Миха появится А кто-нибудь О, баркиды меха Как раз Предмет роскоши Отправляем Именно в школу Улучшим отношения Так, так В чем их недовольство? Из-за чего? Смотри Ну, минус 40 Это у всех у них Это от уровня сложных Хотя вот минус 120 А, значит, минус 140 Минус 40 Это от городов Видите, у магонидов Вообще минус 120 Это Недовольство городов Ладно 17 лет без лидера Баркида Вот тут, видите У нас есть Магониды Странно Хотя вот написано Нет советников Из нашей семьи Хотя вот А, это не советник Это наследник Сорян Так Лидер Состоящий в браке С человеком Другой национальности Минус 40 Нету Ресурса роскоши Соль Минус 10 За каждого гражданина Этой семьи Минус 40 За меньшее число городов Видите У политиков И Магонидов У них Два города А у баркидов Только один пока Но мы Поставим сейчас Мы сейчас поставим город И улучшится отношение С баркидами Можно покупать Предметы роскоши Но там как-то Странно сделано То есть Ты отправляешь Именно торговлю И типа Надеешься Что там как-то Тебе предмет роскоши Может быть То есть Вот прям Конкретно зайти В меню И типа Выбрать какой-то Предмет роскоши Не получится такого То есть Тебе надо торговое соглашение И надеяться Что там будет Вот я могу Отправить товары И надеяться Что там Они мне дадут Какой-нибудь Ресурс роскоши Вот как-то Так сделано Так я думаю Прочника Надо делать Пока Надо сбегать Опять К лагерю скифов Там явно Уже можно Нанять новых Следующим ходом Сбегаем Мятежники Рядом с Утикой Появились И тут Позаболевали Все На следующее Утро После пира В ваши покои Вбегают Слуги С тревогой Рассказывая О неких Страшных Знамениях На стенах Банкетного Зала Вдруг появились Загадочные Надписи Потрясенная Стража Считает Что они Написаны Дланью Божьей Вот это Походу Видите Событие Из этого Дополнения И вы можете Ссылку Открыть Исторически То есть Это Реальное Типо Историческое Событие На самом деле Это отсылка К пиру Балтазара Там где То есть Реально Открывается Википедия Там где Было Что там У него Написано Упорсин Упорсин Значит Пророки Ученые Со всех Концов Карфагена Пытаются Расшифровать Это послание Чьим Объяснением Вы поверите Пророки Советуют Избегать Ошибок Предшественника Ганнибала Ученые Считают Что Был избран Небесами Дабы Править Вечно Божественное Правление Издать Эти Каракули Ничего Не Ну давайте Избегать Ошибок Предшественника Небесами 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 А что, всего два хода у него? А, точно только два хода Какой-то медленный конь Мне кажется Так, надо так поставить, чтобы он уже эту дырку закрыл Сюда, наверное Я даже марш-бросок сделаю И всадники Блин, все еще минус сто Зла, я думал Улучшится как-то отношение все-таки Стены построю против хеттов В этом городе Так, у нас два приказа осталось Тут у нас будет пастбище Следующим ходом откроется Так что пока не двигаем этого раба Я бы тут, наверное, этот А, тут зона контроля Черт Блин Хочется тогда пока тут ничего делать Давайте пока будем ремонтировать Или, да, ремонтировать, наверное Точно, там глава семьи баркидов Против нас еще Всякое задумывает Ну, царь периодически еще болеет Тоже нехорошо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Нанимаем 648 Не хочется скифов убивать Хочется побольше юнитов с них нанять Домик вот сюда Блин, сделать музыку потише Как-то эти завывания меня Не понял Гром А Слишком Слишком воет уж Чувачок Так, прачника сделали Давайте стены выставать Потому что поломанные стены уменьшают Сейчас, ну, тем более он тут А не атаковать, скорее всего Сейчас продолжит Отремонтируем эту ферму еще Ну да, после завывания Кри и Маури Это еще нормально Рим в войне со скифами Блин Сейчас он их тут зачистит Наверное, мне надо их О, выздоровел царь Наверное, мне надо Их опередить, видимо Карфаген во многом повторяет Наше соседнее царство Хеттов Близость их нации к нашей Как по границам, так и по силе Привела к большому напряжению Между двумя государствами В народе ходят слухи О странных обычаях их жителей А советники опасаются Военной угрозы Если не положат глаз На наши ресурсы Советники предлагают Принять меры Чтобы готовиться К возможному росту Могущества хеттов Так амбиция Повысить юнитов 10 раз Выполнимо Открыть 8 технологий Потяжелее будет У нас не так много И заключить племенной союз тоже Давайте возьмем Повысить юнитов 10 раз Вполне, мне кажется Может убить его, кстати? А у нас нету шпиона Мы не можем провести Это событие Ну вот, Кати Первое повышение, например Против генерала Давайте про стражу Возьмем Так, здесь Ремонт Ремонт Каменоломня Вот этот город Так прилично Цивиков Соцкапитала дает У нас как-то Законы не открываются Надо больше законов Четыре закона Чтобы крепости построить Еще требуется Недовольство Третьего уровня Может празднество Но так Как-то не очень много Счастья дает С другой стороны О, смотрите Где Рим город поставил Ну это же бред Я думал Тут хеты поставят А тут Рим поставил Нам, короче Надо вот это Так Давайте-ка мы Потратим приказы Чтобы сюда юниты Перебросить Нам вот это место Сто процентов Надо занять Пока стоим Я не думаю Что он Следующим ходом Рим сможет Зачистить Скифов Продолжаем Продолжаем Прачников Или воина Сделать уже Ладно Прачников Так Тут охотника Это мы Сможем Кстати Слонов Тут строить Если что Ну тут стены Наверное Нету смысла Рудокопа Тоже нету Смысла Да Только Ну тут Нужен спец Конечно Сюда На жемчуг Ладно Пока Давайте совет Проведем Совет Да любовь Так А вот здесь Что Не знаю По-моему Наемники Повышают То есть В следующем Ходом Я там посмотрел Что И Уровни Вроде как Даются Сейчас Они уже Походили Так Что же Здесь Делать Пять Ходов Граждане Будут Вот тут Можно празднество Провести Чисто Чтобы быстрее Граждане Появились И мы Еще Спеца Посадили Камнетесом Тут Должно Быть Много Камня Тут Надо Вот это Все Каменоломнями Заполнять Хотя У меня И сейчас Много Камня Так Мать Погибла И Ваша И царица Умерла Мужеложец Блин Я потом Выберу Короче У нас Правитель Мужеложец Оказывается Ну и Как Это Как-то Влияет Ф1 Мужеложец Выдающийся персонаж Царь Гамилькар Войн Ну и Как Это Влияет Блин Еще Еще И Жена Умерла Так что Нам Брать Кого-то В эти В приемные Дети Видимо Надо Что Что Одинокий мужчина-мужеложец берёт ребёнка, усыновляет ребёнка. Вообще не выглядит подозрительно, да? Так, я вот открыл википедию, и там ничего не написано. Вот смотри. Мужеложец, открываем... Ну, не википедия, а олдворлдопедия. Мужеложец, черта. Всё. Просто мужеложец, черта. Всё, ничего не написано. Не знаю, может ещё... Где тут? Блин. Ладно, берём Магона, да, я тоже думаю. Какое-то такое династическое имя. Пока не буду войну объявлять. Всё ещё ждём, чтобы Рим тут... Наверное, следующим ходом, скорее всего, будем с Кифом объявлять войну. Теперь я всёução. Не знаю. Всё. Так, герцог от Гербал выздоровел. Прибывает хетская делегация. Ну ладно, давайте в честь царяхи. Мне кажется, у нас с Римом все равно придется скоро воевать. На фоне растущей культурной значимости сулок, старейшины города предлагают провести праздник стрельбы из лука. Они даже подготовили указ, согласно которому в сулках запрещено занятие другими видами спорта. Так, это будут стрельба из лука, 50... А какой уникальный юнит Карфагена? Да блин! Что такое? Почему не наби... Что происходит? О! Карфаген, где уникальный юнит? Слоны, это кавалерия. Значит, кавалерию должны. Слушайте, может тут потерпеть один ход? Все-таки он не должен захватить, мне кажется. А тут появится еще один юнит скифов, и я еще его куплю. Просто у нас больше уже негде будет покупать. Я бы потерпел еще один ход. Начинаем с пастбища, потому что оно приказы дает. А, блин, еще уровень культуры нужен. Шьерт Побьери. Ну что, я думаю, тут можно стены построить. Не помешают. Так, один ход. Тогда один ход мы совет проведем, а потом... И можно каким-нибудь скаутом походить уже. Я бы, наверное... О, он тут уже в границах стоит. А он может прям даже ходить по границам. О, это прикольно, кстати. Может ходить в границах. К сожалению, Рим захватил, видите, лагерь. Не дал нам один ход подождать, чтобы юнитов нанять. Ну, пишу, что он сильнее, так что, я думаю, можно повоевать вполне. Блин, крутая, конечно. Но 63 года очень скоро умрет. Давайте вот эту Балзибел хитрую. Сюда наймем. Да, первая Пуническая. Ща начнется первая Пуническая. Так, вот эту у нас, по-моему, с холма должен атаковать. Атаковать. Ну, что-то игра тормозит. Надо перезапустить, наверное. Ой, слушайте, а там у нас руинки какие-то есть. Надо бы сбегать, глянуть. А скифов не убили? То есть они где-то у них еще поселение есть? О, царь хетов приглашает на закрытую встречу в хетском дворце. Где нас будут чествовать вином, песнями. Ну, блин, только тут семьи минус 20. Нет, тогда нам нельзя ехать. У нас с семьями, а за то 6 приказов получим. О. О, так-то неплохо. К этим я отойду полечиться. Я плачусь. Коману. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Прикол Так, ну наверное стены все-таки надо В столице, в столице Ну казначейства наверное нет Давайте может Кстати, топорщик 7 ходов, воин 5 Но То есть лучше строить воина Потом мы его апнем Правда он требует Для апа будет муштры требовать Может накопим к тому времени Я бы, короче, воина пока строил Караван Денежку дает Да нет, давайте воина Я думаю с деньгами у нас не должно быть проблем Генерал постоянно что-то мастерит Прирожденный конструктор В Карфаген прибывает младший сын Царской семьи хеттов Он объявляет себя перебежчиком И большим почитателем Карфагенской культуры Но я думаю, что надо Вернуть его Нифига у нас С хеттами ухудшилось отношение О, крит прошел Зашибись Последний римлянин падает Под градом ударов И бой наконец окончен Наши солдаты идут по полю битвы Добивая тяжелораненых Собирая боевые трофеи Среди ценностей Изъятых у убитых римлян Находится древний изукрашенный меч Вырванный из рук павшего воина Меч преподносит вам Как символ славной победы Мудрость получить Но мы и так шесть Давайте Буду гордо носить этот меч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Блин, мискликнул Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, реально прокачивать наемных юнитов нельзя Их только можно улучшать Всадница Амазонка Субтитры создавал DimaTorzok 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 Других улучшений Других улучшений Других улучшений Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok буду тут домики строить деревне имею ввиду так празднество завершили еще все о форумы форумы надо так то трудно тут на сначала жемчуг 8 ходов что сначала форум хотя и жемчуг нужен он для деда не ладно жемчуг сначала я могу ускорить конечно за соцкапитал она так и сделать чаще прачников использую пока ты можешь только их прокачивать ну да так и есть ну вот тут вообще прачники сейчас будет против этого чувачка воевать так мы на этом очередную серию заканчиваю для тех кто смотрит в записи давайте тут так стрим сейчас еще продолжится но серия для тех кто смотрит записи на этом завершена